Алматинская область находится под угрозой паводков. Обширное таяние снега представляет серьезную опасность. А вот на сколько мы поговорим сегодня. Здравствуйте. У нас сегодня в гостях заместитель начальника управления департамента по чрезвычайным ситуациям Алматинской области Мурат Маратович Садыков. Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте начнем с того, вот уже 10 лет в этом году, вот как такой очень страшный случай произошел в селе Козелагаш. Все это помнят, вся республика. С того момента прошло вот 10 лет. Что изменилось на сегодня? Готовы ли мы вот к таким ситуациям? Сложно. Добрый день еще раз. Прошло 10 лет, как произошел случай в Козелагаше. На сегодняшний день, почему произошла первая причина, почему произошла трагедия в Козелагаше? Тогда, по моему мнению вообще, тогда не так серьезно относились ко всем гидротехническим сооружениям. Много было в частной собственности, также было много бесхозяйных водохранилищ, за которыми никто не следил. Но на сегодняшний день у нас имеется 76 водохранилищ, которые у нас сейчас зарегистрированы на территории области. Из них в республике Козелаганской собственности 12, в коммунальной собственности 59, и в частной собственности только 5 у нас всего лишь водохранилищ. За которыми на сегодняшний день ежедневно проводится мониторинг, как со стороны ДЧС Алматинской области, так же со стороны специальных организаций, такие как Балхаш-Алакарская бассейна инспекция, потом Казводхоз у нас есть организации. Все ирригации, все ежедневно по всем водохранилищам информация поступает в дежурную службу ДЧС Алматинской области для проведения мониторга и соблюдения режима наполнения всех водохранилищ. И скажите, пожалуйста, вот когда говорят частная собственность, все боятся, вот именно после Казлагашского случая. Насколько они ответственно относятся к содержанию вот этих плотин и водохранилищ? Сейчас насчет частных водохранилищ, законодательство ужесточило правила по соблюдению режима наполнения водохранилищ. В случае, если не соблюдение собственником режима данных условий, государство имеет право, согласно законодательству, изымать данные водохранилища в коммунальную собственность. Вот я как говорил, у нас имеется 5 водохранилищ, но эти водохранилища очень маленькие. Не сказать, что это огромные водохранилища, это как, например, Бартовай, Копчегай, это не такие огромные водохранилища. Даже наши Арышки, маленькие водохранилища это все, которые сейчас на сегодняшний день не представляют угрозу населению. Поэтому переживать населению не стоит. Нет, не стоит. Хочу напомнить нашим телезрителям, мы работаем в прямом эфире, если у вас есть вопросы нашему гостю, вы можете позвонить по телефону 40-01-09, код города Талдыкурган, 8-72-82. Также на ваших экранах есть номер WhatsApp-мессенджер, по которому тоже можете отправить свои вопросы, правда, письменно. Мы здесь в студии озвучим. Как проводится мониторинг? Вы сказали, ведется мониторинг постоянный. Как эта работа проводится? У нас на сегодняшний день проводится, осуществляется ежедневный мониторинг и своевременно прогнозирование гидрометеорологической обстановки по области. Для чего мы заключим договор с РГП КАЗ Гидромет, который предоставляет ежедневно у нас долгосрочные, краткосрочные прогнозы погоды. Также у нас заключен договор с акционерным общественным национальной компанией «Гарш Сапары», который проводит дистанционное зондирование земли на выявление фактов, связанных с черчайной ситуацией, которые ежедневно, два раза в сутки поступают также в дежурную службу ДЧС. И в случае какой-то ситуации у нас идет незамедлительное оповещение населения и всех госорганов. Вот за это время, с марта месяца были вот такие сигнальные звонки? Если были, откуда? На сегодняшний день, благодаря проведенным всем предупредительным мероприятиям по недопущению подтопления, на сегодняшний день, с начала года 2020 года подтопление на территории Алматинской области не зарегистрировано. Не зарегистрировано. Но все-таки Алматинская область большая. И какой регион находится в зоне риска подтопления? На сегодняшний день. Понятно. Ну вот мы сейчас провели с начала года, согласно плану работы на поводкоопасный период, нами проведено комиссионное обследование всей территории области, участков, подверженных рискам поводков. На сегодняшний день у нас определены 48 населенных пунктов, которые могут быть возможно подвержены поводкам. Но, как вы видите, на сегодняшний день ничего не зарегистрировано. Так. Из вот этих 48 населенных пунктов у нас основные, это горный район, это у нас Карасайский район, Жамбульский район, Толгарский, Имбиш-Казахский, Панфиловский район у нас, которые имеют угрозу. Потому что находятся близ высокого горя, и где возможны стоки, склоновые стоки, повышение уровня воды в реках, формирование. Вот такие проблемы у нас бывают. Ну, на сегодняшний день обстановка стабильна, можно сказать. Можно сказать на контроле. Скажите, вот сколько средств заложено на предупреждение и ликвидацию поводков? Вообще, что делается вашим департаментом, чтобы не случилось то, что случилось в Казладаше? Вот на 2020 год областным бюджетом выделено порядка 2,1 миллиарда тенге на проведение работ. А именно, это ремонтно-восстановительные работы гидротехнических сооружений, это 1,4 миллиарда тенге. Которым будет проводиться ремонт 6 водохранилищ на территории области. Также на берегу укрепительные работы у нас выделено 610 миллионов. Это сейчас проводятся работы в русле реки Талгар, Талгарского района, в русле реки Усеки, Тышхан, Панфиловского района. И также на профилактические мероприятия у нас выделено 184 миллиона тенге. То есть это услуги воздушного автотранспорта, то есть для обследования, для реагирования на ЧЭС и обследования горной местности. Пожар опасный период, как говорили мы. А также у нас на приобретение космомониторинга выделяются на это все деньги для дистанционного зондирования земли. Буровзрывные работы заложены у нас также, финансовые средства, полиграфические услуги, брошюры. Мы тоже это населению раздаем. И услуги гидромета. Вот на эти средства. Есть от телезрителя вопрос. Давайте задам. В Капшегайском водохранилище с каждым годом уровень воды все ниже и ниже. Насколько ниже по сравнению с другими годами, спрашивают. И есть ли у вас информация? На сегодняшний день у нас Капшегайское водохранилище. Наполнение имеется больше 17 миллиардов кубов воды. Сброс идет у нас сейчас на сегодняшний день 450 кубических метров. По причине, потому что сейчас идет пассивные, то есть нехватка воды для орошения Балхашского района. Вот сейчас увеличение сброса воды происходит. А так, Капшегайское водохранилище 17 миллиардов. У нас ежегодно 17-18 миллиардов наполнения идет. Это не уменьшение идет. Стабильность. Стабильность. Стабильно. Если, например, никто ни от чего не застрахован. Если после Козелогарской плотины, например, случая, мы начали, вот как вы сами уже рассказывали, мы все эти плотины и водохранилища обследовали, поставили на учет и контролируем регулярно. Но, однако же, вот в Туркестанской области случилась другая беда, уже независимая от нашей страны. Вот мы тоже ограничим с разными странами. У нас вот есть на что надеяться? У нас таких угроз от соседних государств Кыргызстана и от Китая у нас таких угроз не представляется. Но у нас протекает река Ильи. Ильи протекает. Но, смотрите, у нас имеется на республиканском уровне взаимодействие с Китайской народной республикой и Республикой Казахстан. Это комитет водных ресурсов. И же это на постоянном они взаимодействие. Это на их уровне. Как вот в Туркестанской области такого? У нас не произойдет таких случаев. Не будет. Но в любом случае после этого случая наши тоже, наверное... Ну да. У нас сейчас тоже усилили работу по режиму работы всех водохранилищ. Есть вопрос от телезрителя. Давайте я задам. В ДЧС устроиться очень сложно. Как быть, задают вопрос. Я и предполагала, что такой вопрос будет. Какие люди могут устроиться в ДЧС? Объясните, какая у них заработная плата? Почему телезритель пишет, что сложно? Может быть, какие-то препоны имеются? Вообще, как в других госадварственных органах, у нас также объявляется конкурс по принятию на работу сотрудников. Но сотрудник должен отличаться чем? Физический здоровый должен быть. В первую очередь. Это физическое здоровье. В первую очередь. Чтобы он сдал спортивные нормативы, которые у нас проходят по конкурсу. А также у нас обязательно армия должна быть. Ну и человек, который должен, хочет стать спасателем, он должен быть уже душой отдаться в эту профессию. Кто хочет, он всегда пройдет все конкурсы, если он настойчивый и физически здоров. Ну, очень рисковая работа. Ну да, рисковая, конечно. У нас много, ну, сказать, каждый у нас пожарный, каждый сержант, простой боец, он у нас герой. Сколько людей спасается у нас на сегодняшний день. На это никто не обращает внимания, конечно, так как это профессия спасателя. А на самом деле все те же молодые люди, которые у нас работают, 20-летние, они спасают много людей, жизни. Кому-то детей спасали. Вот, например, много у нас происходит пожар в частном секторе, когда инвалиды не могут выйти из дома. Наши заходят в горящие дома, выносят на руках тех же инвалидов и детей. Их будни, это каждый день героизм, можно назвать. Ну, вот, например, чтобы рисковать, к примеру, жизнью своей, он должен получать хорошую заработную плату. Иначе идти... Какой резонт? Ну, у нас на сегодняшний день, как государством, очень хорошо повысили зарплату. По простым сержантскому составу, например, рядовому составу подняли зарплату до 65% повысили зарплату. То есть сейчас зарплата у них больше 150 тысяч тенге. Это очень хорошая заработная плата, считается. Ну, для такой работы... Ну, да. Можно и еще повысить. Да. Скажите, пожалуйста, вот когда нам ожидать прихода большой воды? Обычно, например, в Алматинской области говорят, что в середине лета или к концу лета. Вот когда обычно прибывает большая вода? Ну, первый этап поводков прошло. У нас без осложнений прошел поводок. Как говорится, даже незаметно, чтобы пришла весна, все высохло, все успокоилось. Но у нас сейчас начинается с мая по октябрь месяц, у нас начинается селеопасный период. То есть в высокогорьях, когда начинаются обильные дожди, почва хорошо пропитывается водой и могут произвести селевые выбросы. Ну, у нас идет это все на учете. Для этого у нас функционируют 30 круглогодичных стационарных постов, которые наблюдают за этим всем. 10 диспетчерских пунктов и 14 сезонных постов, которые выставляются тоже в высокогорье. Ну, как сказать, на сегодняшний день обстановка, сказать, что какая-то усложненная или что, такого нет сейчас. Обстановка вся в области стабильная, в высокогорье. У нас снежный погровь имеется на высоте выше 2500 метров. Ниже у нас снег отсутствует. А эти талые воды в середине лета, тоже люди друг друга пугают этим, что край ЖТСУ богат на вот такие вот... Ну, как сказать, талые воды у нас почему происходит подтопление дворовых участков, жилых домов? Зачастую это вся вина идет от самих жителей. То есть не чистят каналы, а реки, которым должна свободно проходить вода. То есть весь сток. Трубчатые переходы начинаются, трубчатые переходы не чистятся, в связи с чем вода не проходит, и начинается разлив воды выше русла. И заходят в жилые дома. Потом начинают люди звонить к нам. Мы приезжаем, начинаем это все ликвидировать. И вот, кстати, вопрос. Куда нужно звонить, если где-то поднялась вода? Есть для этого, как все вы знаете, трехзначный телефонный номер 112. Сразу звоните 112. На этот телефон всегда ответят. Это круглосуточно дежурят там сотрудники. Вам всегда ответят. Ответят. 112. 112. Ну, это вот спасатель. Ну, если и для городской есть такой телефон 22 15 91. Прямой дежурной службы. Ну, лучше, конечно, 112. Быстрее запоминается. Еще и по сотовым бесплатным все звонки идут. Да, как служба спасения получается. Да, да, да. Скажите, какая материальная база у вас на сегодня хватает, техники, если вдруг где-то что-то случится? Нет, у нас, конечно, техника у нас сейчас предостаточно. Государство, наверное, в этом плане очень хорошо относится к службе спасения. И выделяется Акиматом области, например, в этом году выделено денежные средства на приобретение катера на воздушной подушке, которая может ходить и по воде, и по земле. То есть в случае завтра мы будем дислоцироваться на Копчегайском водохранилище, и вот завтра в случае какой-то угрозы или бедствия на этом будем катере выезжать. То есть у нас на сегодняшний день обмундирование всех есть, имеется. Финансовые средства все выделяются своевременно для приобретения техники и базы. Можно сказать, ни в чем не нуждаетесь. Вот есть ли государственная программа по предотвращению паводков конкретной, например, если есть, насколько она эффективно работает? Да, есть у нас программа, конечно. У нас вот, к примеру, у нас сейчас имеется дорожная карта, комплекс мер по предотвращению паводков 17-20-е годы, которая сейчас идет на завершение, по которому у нас должны были провести ремонт гидротехнических сооружений, а именно всех, которые на территории у нас сейчас запланировано было. Сейчас, секунду, отвечу. То есть у нас было 35 мероприятий запланировано с 17-го года, 35 гидротехнических сооружений. То есть на сегодняшний день выполнено 22 мероприятия, осталось у нас 13, которые запланированы завершение до конца 2020 года. Также по окончанию этой дорожной карты у нас еще будет разработана новая дорожная карта 2021-2024 годы, где также будут продолжены работы по ремонту гидротехнических сооружений на территории области. Вот такие у нас программы. И эта программа в этом году заканчивается? Заканчивается и начинается новая программа 2021 года сразу же. Есть вопрос. Смотрите, здесь пишут, пожарным всегда помогают простые жители. Вот как их поощряете? Есть такое? Я бы даже сказала про героя, даже спросила бы, что вот каждый год где-то какой-то человек, например, начинает помогать в вашей службе. Раньше всех. У нас обязательно, если человек спас, гражданский человек спас или помог, ну там героическую поступку совершил, на него в обязательном порядке направляется представление в Министерство внутренних дел для представления к награде. На сегодняшний день уже сколько нам это направляли, ни одного отказа не было, всех поощряли, награждали. И буквально вчера только в городе Тихии молодой парень. Да, вот тоже хотелось вам сказать, вчера вот, например, трехлетняя девочка, находясь на реке Кура в городе Текеле, без старших, без родителей, упала в воду. По близости, вот, к счастью, по близости находился Даурен, 2001 года рождения мальчик, который, несмотря ни на что, приму рискуя с собой, приму в воду и вытащил этого ребенка. До приезда, вот, до приезда скорой помощи, ему была организована первая медицинская помощь, сейчас ребенку никакой угрозы для жизни нет. Вот его к награде представили? Обязательно, нет. Вот вчера только произошло, теперь мы должны собрать документы, его представят обязательно к награде. Это будет дополнительно вам сообщено. Можно даже в этом, в вашем эфире и представить. Хорошая, конечно, работа. Желающих помочь вам, вот, таких добровольцев, после этого, я думаю, будет много. Скажите, вот, на сегодня перед вашей службой стоит какая проблема, вот, самая глобальная? У нас такая, как глобальная проблема, сказать, что... Ну, есть службы, которые говорят, что нехватка работников, например, сотрудников не хватает, специалистов именно, желающих работать вот в вашей сфере? Нет. Хватает у вас специалистов? У нас специалистов... У нас штатная численность, у нас сейчас на 90% заполнена штатная численность. Это очень хороший показатель для нас. У нас какая может быть проблема? У нас проблем такой нет. Ну, основная проблема в чем заключается? В самих наших жителях и населениях, которые рискуют тоже разведение костров, те же купания, сейчас гибель людей, начнется купальный сезон, начнется гибель людей на воде, которые в нетрезвом состоянии. Вот это все, то есть, рискуя собой, человек, который, он рискует и другими жизнями. Тот же спасатель, который приедет, он тоже рискует своей жизнью, чтобы спасти его же, к примеру. Вот такие у нас... Ну, проблем у нас по работе, профессиональной деятельности, у нас таких нет проблем. И благодаря карантину, наверное, в этом году пожаров, наверное, меньше и других случаев проводили какие-нибудь мониторинги? У нас обязательно, на постоянной основе проводится мониторинг. У нас по социальным сетям, например, в связи с этим... У нас сейчас проводится по социальным сетям, в связи с тем, что нельзя ходить в заведение, вот это все проводится, агитация проводится по социальным сетям. Ну, люди же, например, в течение мая выезжали бы за город или за населенный пункт и проводили бы всякие маевки. И как следствие, это часто оборачивается пожаром. Их, наверное, стало меньше. Ну да, сейчас меньше. У нас проводится ежедневный обход близленно-населенных лесных зон совместно с полицейской службой, совместно с нами мы проводим обходы лесных зон, где могут люди отдыхать. Там же вручаются, если сидят люди, отдыхают, например, та же семья, им же вручаются памятки о предосторожении, разжигании костров, купании. Вот такие моменты у нас имеются. Ну, к концу программы ваши пожелания нашим телезрителям. Что скажете? Будьте бдительны всем жителям, хотел бы сказать. В случае угрозы или пожаров, например, паводки, о которых мы сегодня говорили, незамедлительно лучше сообщать в 112. Никакие, это... Не надо предпринимать меры, что сами сможем это устранить. Лучше позвонить и приступать к тушению пожаров. Пример вот такой. 112 самый главный номер для сегодня. 112 или 101 еще есть у нас, 101. Два номера. Еще 101. Мы вас благодарим, что пришли, ответили на наши вопросы, на вопросы наших телезрителей. Желаем удачи в вашей трудной, вот тут я бы сказала, работе. Спасибо. Дорогие телезрители, время нашей программы подошло к концу. Мы с вами встретимся завтра в 16.00. До свидания. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok